В регионах День Республики сегодня отмечали с особым колоритом, в областных центрах хором исполняли гимн и участвовали в массовых забегах. Кульминацией торжества по задумке властей станет фейерверк. Чем удивляли в регионах, сейчас расскажут наши корреспонденты. В Уральске пасмурно и дождливо, но тепло от сотен улыбок, чувствуется праздничное настроение. Отмечать День Республики в нашем городе начали заранее, но главное торжественное мероприятие прошло сегодня. На площади первого президента с утра собрались горожане, чтобы принять участие в церемонии поднятия государственного флага и стать частью большого хора, исполнив гимн. Глава региона передал уральцам слова поздравления от президента и вручил от его имени благодарственные письма. Погода никак не влияет на настроение горожан. Как видите, достаточное количество народа собралось, все с хорошим настроением, потому что это один из главных праздников нашей республики. И народ, это укрепляет патриотизм, любовь к родине. Хочу пожелать всем здоровья и председания в Исбергемес. В это время на другом конце города, в Центральном парке культуры и отдыха, разминались спортсмены. Эти люди решили объединиться и отметить праздник с забегом. Поучаствовать могли все желающие. Здесь никаких ограничений ни по возрасту, ни по взглядам. Спорт, говорят участники, одно из самых объединяющих занятий. Настроение отличное. С утра сходили в кадр Морзолей, все вместе спели наш государственный гимн. После этого решила прийти сюда, побегать. И я заняла первое место. Победители выбрали среди мужчин и женщин, мальчишек и девчонок и наградили кубками и памятными призами. А тех, кто с утра в выходной предпочитает подольше поспать, ждут на праздник вечером. Там же на Новой площади состоится концерт с участием местных и казахстанских исполнителей. Он завершится ярким салютом. О том, как этот праздничный день прошел на севере страны, расскажет Инна Лопатка. Холодная погода не смогла испортить праздник в Петропавловске. На центральной площади сегодня яблоку негде упасть. Жители шли сюда с семьями и дружно поздравляли друг друга с Днем Республики. Праздничная программа началась с торжественного поднятия государственного флага и исполнения гимна. Под его звучание народное море, жужжавшее на площади копчелиной улей, замерло. Даже повара, которые готовили плов в огромных уличных казанах, и те, отложив поварешки, приложили руку к сердцу. Под любимые песни в исполнении местных артистов публика светилась улыбками и совсем не обращала внимания на лютый холод. А на пористому ветру даже радовались. Он помогал развиваться флагом, который принесли с собой взрослые и дети. Всем желаю казахстанцам, не только петропавцам, чтобы было все хорошо у них, отлично, настроение всем сегодня. Какой концерт вот организовали. Русские поют казахские песни, казахи поют русские, флесовые. Вообще отрадно это все слушать. Стоим и даже не холодно, хоть и погода пасмурная. Вот на душе очень светло от этих песен. Пришедшие на праздник горожане отметили, что массовые мероприятия в Петропавловске становятся интереснее и душевнее. Новинками организаторы удивили и в этот раз. Например, прямо на площади маленькие петропавловцы учились рисовать и создавать подделки из природных материалов. Особенно тронула задумка, благодаря которой каждый горожанин мог написать поздравительное письмо всей стране. Для этого на площади установили огромные баннеры с открытками. Оставить пожелания спешили малыши и взрослые. А городская молодежь добавила всем праздничного настроения автопробегом. В мероприятии впервые активное участие приняли автоледи. Впервые за 13 лет у нас отмечается День Республики. Это прекрасный праздник, который символизирует единство нашего народа. И сегодня мы с ребятами решили сделать автопробег, поддержать наши государственные символы, флаги, отметить таким образом наш праздник. Что хочу пожелать всем североказахстанцам, казахстанцам мира, добра, тепла, крепкого здоровья, чтобы у всех все было хорошо. Торжественные мероприятия в честь Дня Республики сегодня прошли во всех районах Североказахстанской области. Праздничные концерты, спортивные состязания, ярмарки организовали не только в районных центрах, но и в отдаленных аулах. А каким этот день запомнят на востоке страны, расскажет Елена Назирова. Восток страны тоже охвачен праздничными торжествами. В Абайской области запланировали около 200 различных мероприятий. В Восточно-Казахстанской более 500. Наиболее массовые развернулись, конечно, в областных центрах. Но без подарков не остались и жители района. В Восточном Казахстане в День Республики получили новое жилье многодетные семьи. В селе Сагыр Уланского района в торжественной обстановке вручали ключи от квартир. Дома построили в рамках программы «Одноэтажный Восток». Новоселы заявили, что запомнят этот день на всю жизнь. Стояло в очереди 4 года. В селе снимало жилье. Работаю учительницей. Сегодня нам дали дом. Спасибо за это. Общая площадь каждой квартиры составляет 85 квадратных метров, которые предназначены специально для многодетных семей. Мы до этого уже вручили ключи от квартир в селе Мамайбатер. Вчера в рамках праздного дня республики вручили ключи в селе Герасиму Католию Гонтохтаровского сельского округа. И вот сегодня продолжаем данное мероприятие в облакетском сельском округе в селе Сагар. День республики в Семее начался с торжественного поднятия государственного флага на стадионе. Здесь развернулись спортивные состязания. На площадях и улицах устроили народные гуляния с плясками и хороводами. Ярмарки и выставки. Местные таланты выступали прямо под открытым небом. Этому способствовала солнечная погода. Когда мы здесь вместе все собираемся, ощущение полноты жизни, радости, радости жизни, дружбы, единения. Эти мероприятия, я считаю, они необходимы. Я поздравляю всех казахстанцев с этим праздником. Я желаю всем мира, добра, долголетия. Изюминку внесла местная молодежь. Свои патриотические чувства молодые люди выразили, организовав автопробег. От аэропорта активисты проехали через весь город на 40 белоснежных авто, демонстрируя государственные флаги. Идет такой большой автопробег в рамках праздника Республики Кануэль. В автопробеге участвует около 40 машин. У всех машин есть флаг нашего республики, у всех хорошее настроение, прям патриотическое чувство. Самые зрелищные мероприятия припасли на вечер. На центральной площади организовали массовую дискотеку с участием звезд эстрады. А еще в этом году День Республики власти решили отметить фейерверком. Им завершится праздничный концерт. О том, как прошел этот праздничный день на Западе, Севере и Востоке страны, рассказали собственные корреспонденты КТК в регионах.